Симбирск Тогда не был самостоятельным Административным центром Симбирскому вводе Алексею Петровичу Головину о выделении земель В Симбирском уезде Арзамастцем, Бекетову, Земницкому И Селиверстову Как известно, Арзамастцы Многие как раз строили наш город На выставке впервые показан Общий вид императорского моста через Волгу У города Симбирска в проектном варианте Указано, что его длина 900 сажен с каменной аркадой На правом берегу, которая сейчас К сожалению, утрачена Составлен он не раньше 1911 года Когда официально был утвержден Один из трех вариантов Нашего моста Как известно, строил его Выдающийся инженер Николай Аполлонович Берелюбский Который помимо того, что был Гением техническим Он был еще и членом Академии художеств Стены выставочного зала архивисты украсили Старинными и современными видами города Эта фотография до революционного периода знакома многим На переднем плане Карамзинский сквер с памятником А за ним открывается вид на Спасский женский монастырь На данном снимке у него одна только колокольня А того большого краснокирпичного объема Который здесь появится и будет освещен в 1906 году Архивист показал также самый новый, но в то же время эксклюзивный документ Проектную документацию колокольниц над Вратным храмом на территории Спасского женского монастыря Разработанную московским архитектором Романом Фараджиевым Документ попал в архив буквально на днях 26 июня Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Уллправда ТВ